Блин, ты сдвинула! Сейчас. Сейчас верну. Сучит совсем чуть-чуть. Так, всё. Пошло, нет? Да, пошло. Всем огромный привет и рада видеть вас... Ну я уйду. Смешай. Спецэффекты. Ой, а маску-то будешь снимать? Какую? А? Нет, сейчас я пустые баночки только снимаю. Ну маску тоже можно. Всем огромный привет и рада видеть вас на своём канале. Кто в первый раз зашёл ко мне на страничку, мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня мы с вами поговорим вновь о пустых баночках. Моя эпопея с закончившимися продуктами продолжается, как я вам обещала, будет вторая часть. Надеюсь, не будет третьей. Поэтому не будем долго разглагольствовать. Мы начинаем. Сразу же вам тут покажу персидскую маску для волос. Я недавно рассказывала вам о косметике из интернет-магазина Frati Shop. Если вы не видели это видео, то ссылка будет наверху. Это один из продуктов, который был у меня. Это персидская маска для волос. Неплохой продукт. Хорошо ухаживает за волосами, но это такой вот ежедневный вариант. Еженедельный, ежедневный. Если у вас совсем волосы убитые, вам она не поможет. Если у вас волосы в хорошем состоянии, она будет их поддерживать в хорошем состоянии. У неё приятный запах, очень приятная текстура. Хватает надолго. Здесь достаточно приятный объём. Здесь 250 мл. Мне она, честно, понравилась. Но, повторяю, она не сделает ничего сверхъестественного, потому что это натуральная органическая маска, основанная на маслах, на экстрактах. И если волосы ваши пережжённые, если они испорчены химией, красками, то здесь она не будет, к сожалению, скорее всего, никак помогать. Ничего она не сделает с этим. Если волосы испорчены совсем в хлам, лучше, чем ножницы, вам ничего не поможет. Ножницы из силикона. И то силикона очень временна. Следующий продукт, который у меня закончился, это от марки Финесс. Или Финесс. В общем, марка продаётся во всех бюджетных спектрах, улыбках, радуге и прочих магазинах. Это сухой шампунь очищения. Объём здесь было 150 мл. Он у меня просто феерически быстро закончился. Честно, вообще не зацепил никак. У него, ну, средненький такой запах. Его не видно на волосах. Он не очень хорошо освежает волосы по сравнению с Дав, по сравнению с Батист. Да, его не видно на волосах, но это сомнительный плюс, когда он слабо очищает, слабо приводит в порядок волосы. Поэтому, честно, не советую. У меня сразу закончилось, ну, точнее, они закончились за определённый период, но, в общем, сразу расскажу вам про несколько тушей. Три из них, это туши примерно аналогичные. Это Volume Million Lashes от L'Oreal. Честно, могу сказать, что вот эту тушь я люблю больше всего из всей этой тройки. И её я вам советую. Это филин, взгляд кошки. В общем, зелёные упаковки. Она божественная. Во-первых, она снимается чулочками, смывается тёмплой водой. Она прекрасно держится. Она не оставляет следов на верхнем веке. Она держится целый день. Она не осыпается, ничего с ней не происходит. При этом она долго не сохнет. Ресницы она делает красивые, распахнутые, очень натуральные, разделённые, при этом пушистые, красивые. То есть она, с одной стороны, делает их очень... Я не скажу, что она делает их просто нереально большими, делает эффект накладных ресниц или что-то в этом роде. Она делает просто очень хорошие ресницы, красивые. Если у вас свои хорошие ресницы, эта тушь будет для вас просто бомба. У меня не самые лучшие ресницы, но мне она очень нравилась. Мне очень нравилась. Она делала именно очень красивые, натуральные, такие пушистые реснички, которые разделённые. Мне очень нравилась. На втором месте у меня So Couture. Тоже неплохая тушь, но она, к сожалению, не смывалась. То есть, как сказать, она не снималась чулочками. То есть, это обычная стандартная тушь. Она чуть больше оставляла следы на верхнем веке. Помимо этого... Ну, в общем, она неплохая, но вот такого восторга, как предыдущая, она не вызвала. Так, в целом, неплохая тушь. У неё нормальная щёточка. У всех трёх вариантов силиконовые щёточки. То есть, в первой здесь она достаточно необычная. То есть, она вот так вот загнута в So Couture, обычная силиконовая кисточка. Она слегка сужается к одному краю. И третий вариант, Fatal, она меня разочаровала, честно могу сказать. Не зацепила, потому что она у меня очень быстро высохла. У неё такая специфическая щёточка, которую я до конца не поняла. То есть, у неё зубчики в каком-то шахматном порядке. Они... Я не поняла задумки. То есть, что это даёт ресницам. То есть, она не делает какой-то феерический объём очень красивый. То есть, она обычная такая тушь. При этом она у меня очень быстро засохла, стала сыпаться. И, ну, честно говоря, вот действительно, самая лучшая тушь, это как раз вот в зелёной упаковке. Вот эти две, ну, So So. So Couture ещё, в принципе, неплохая. Но вот Fatal у меня, к сожалению, вообще, вот у меня не пошло. Также у меня здесь Dior Show Iconic. Тоже из той же оперы. Кисточка силиконовая с очень длинными щетинками. Она хорошо разделяет, делает очень красивые ресницы. Красивые, длинные, разделённые ресницы. Я люблю Иконик и Экстаз. Экстаз, он даёт пушистые, такие огромные ресницы. На вечер Иконик это более дневной вариант, более интеллигентные ресницы. Но тушь очень хорошая, очень стойкая, никуда не сыпется, никуда не девается. Пользоваться ей можно долго, она долго не засыхает. Тушь очень хорошая. В общем, это средство для того, чтобы усаживать макияж на лице, чтобы он дольше держался. Спрейт лица такой. Мне не нравился у него запах, он какой-то такой, отдаёт тухлячком. Помимо этого, он никак не продлял мой макияж и практически полная упаковка уходит в помойку. Также у меня здесь масло для губневея, крем-карамель. Я всеми силами пыталась его добить, наконец, у меня это не получилось. Просто он уже в таком непотребном виде, мне кажется, что он уже испортился. Поэтому я и выбрасываю честно, второй раз не возьму. Потому что я уже пыталась по-разному добить на губы, на кутикулу мазала, стояла на работе. Но всё-таки нет, у меня не пошло. Средство неплохое масло. Но нет увлажнения, он именно как защитное. Такой жирной плёночкой ложится. Просто очень большая упаковка, не знаешь, куда его деть. Этот запах уже навязчивый стал. Поэтому как-то вот я решила от греха подальше уже выкинуть. Также от Body Shop у меня здесь ванильный бальзам. Они периодически там лимитки выпускают к Новому году. У меня как раз с ванилью была какая-то из лимиток. Полностью выкидываю, потому что испортился, не пользовался. Мне не понравился этот бальзам, потому что увлажнение как такового хорошего он не давал. Как вот какое-то декоративное средство я тоже не могла использовать, потому что у него оттенка нет. И ну вот вообще что-то, то есть как вазелин какой-то. Мне вообще не нравилось. Также выкидываю карандашик от L'Oreal. Тут еще в принципе половинка, но мне не понравился этот карандаш для бровей, потому что он очень тугой, очень плохо расходится. При этом у него странный коричневый оттенок, мне он просто не подходил. И на данный момент, когда я разбирала свою косметику, я поняла, что я его никому не хочу отдавать, потому что он не стоит того. Я отдаю обычно маме, подругам косметику, которая действительно просто мне не подошла по каким-то параметрам. Я не пользуюсь. Но сами продукты неплохие. А вот это я, честно, не хочу никому делиться этой радостью с кем-либо, чтобы мне человек потом сказал спасибо. Ну, он плохой карандаш, честно, не советую. Также у меня здесь подводка от Bourjois, неплохая подводка. Она там одна вот, по-моему, в такой форме, как такой капельки вытянутой. Стойкая, жидкая подводка, там держится до 16 часов, то есть она у меня тут уже вообще совсем-совсем засохла. У нее была неплохая кисточка, которая позволяла сделать очень тонкие стрелочки. Держалась действительно очень долго, очень хорошо даже на моих влажных веках. И могу посоветовать из бюджетных подводок, очень хорошая. О, еще одна тушь у меня от Smashbox. Это Full Exposure, честно. Я не поняла, не разделила всех восторгов по поводу этой туши. Здесь такая большая щеточка, которая больше, чем мой глаз в два раза. Помимо этого, она делала красивые ресницы, достаточно неплохие, ну, неплохие такие, длинненькие, неплохо разделенные. Не делала никакого фантастического там объема, чтобы были шикарные, огромные ресницы, хотя она, в принципе, как-то позиционировалась вроде как эффект накладных ресниц. При этом она полностью не застывала. То есть, если я в течение дня проводила по глазам, вся тушь оставалась на моих руках. Она вообще никак, никаким образом у меня не застывала полностью на моих ресницах. Тушь я поэтому и не поняла. Также у меня здесь помадка для бровей от Ardelf в темно-коричневом оттенке. Помадка мне нравилась, когда я ее только купила, мне, в принципе, и оттенок нравился, но он все-таки чуть-чуть более коричневый, чем мне надо. Но она очень быстро засохла. То есть, к сожалению, у меня сейчас подводка от L'Etoile. Она держится намного дольше. Это очень быстро засохло, ей было невозможно пользоваться, поэтому я ее выкидываю. Поэтому, если вы хотите бюджетную помадку для бровей, то берите лучше L'Etoile. Мне кажется, она более качественная, чем эта. Это стоило, по-моему, даже дороже, чем L'Etoile. На скидках она стоила в районе 700 рублей. Но толку от нее, к сожалению. Она неплохая, когда вот вы только ее покупаете, только открываете, но она очень быстро сохнет. Также выкидываю от DNC. Это масло для ресниц и бровей питательное. Оно продается также в очень большом количестве бюджетных магазинов. Я не фанат такого рода средств. У меня, к сожалению, от масла текают ресницы. Я не замечаю эффекта, что у меня как-то улучшается рост волосков, бровей или улучшается рост ресниц. Поэтому, в общем-то, и выкидываю. Мне абсолютно это масло не понравилось, чем не помогло. Также у меня здесь коллагеновые гидрогелевые патчи от Джапоника. В пустых паночках попали. Я уже использовала эти патчи. Патчи очень крутые. Они действительно очень хорошо увлажняют, напитывают кожу. Они очень хорошо уплотняют именно кожу под глазом. Они убирают синеву. Классные патчи мне понравились. То есть, в принципе, если у вас есть доступ к этой косметике, вы можете ее себе заказать, то советуйте патчи, попробуйте, потому что они действительно хорошие. Они по сравнению с патчами, которые являются просто бестселлерами на YouTube. Это патчи от SecretKey, Gold Recony с енотом, в общем. Они не анатомической формы, поэтому они постоянно ездят по лицу. Эти же патчи, они полностью ложатся вот в эту область. Они никуда не съезжают, не деваются. И полностью они эту зону закрывают и воздействуют сразу, получается, на всю зону проблемную под глаза. Мне очень понравились именно свои формы они и воздействие на кожу. Я заметила действительно эффект. Крутые патчи мне понравились. Также у меня закончилась подводка, ну, как закончилась засохла, Art Pen от Dior Show. Dior марка. У меня был черный оттенок, Noir Podium. Подводка плохая, честно, плохая. Она в форме фломастера, она очень быстро засохла. Мне она и новая не особо нравилась. Не особо она хорошо рисовала стрелки, не особо удобная. То есть, плохо отдавала цвет. При этом она и не держалась особо. В общем, не берите, не стоит она своих денег. Следующее, что у меня тут еще есть, давно закончившийся мой карандашик от Maybelline. Это Brow Satin. С одной стороны тут тенюшки, которые еще не закончились. А сам карандашик, он у меня уже полностью закончился. Карандаш неплохой. Он не стойкий, прям вот, как сказать, если у вас жирная кожа, то, скорее всего, карандаш будет размазываться. Но в целом он неплохой, неплохая подборка оттенков. Если вы ищете бюджетный карандаш, то посмотрите. Они действительно в своем сегменте, они достаточно качественные. Плюс еще сам факт, что два продукта вы получаете вместо одного. И карандашик, и тени. Можно комбинировать по-разному, оформлять брови. Поэтому, в принципе, продукт крайне достойный. Это все, что у меня закончилось за последнее время. Я надеюсь, что мои пустые баночки были вам полезны. Какие-то продукты, возможно, вы возьмете по моему совету. Какие-то, наоборот, вы не будете брать и сделаете правильный выбор. Всех вас я очень сильно люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих видео. И все. Всем пока-пока. До встречи в следующих видео.